у вас есть традиции как ровная месть но она не относится к шариату вы знаете вот это понятие кровная месть она немножко неправильно понимается вами многими из вас многие думают что кровная месть это там убили у тебя кого-то ты идешь и кого-то из их родственников там убивать на самом деле такое тоже имеет место быть но это скорее плохое плохой пример кровной мести на самом деле вот классический пример кровной мести распространенный ученцев это когда кто-то совершает преднамеренное предумышленное убийство и этого человека совершившего это убийство в отместку его тоже убивают и убивают представители рода погибшего человека это и есть вот классический пример кровной мести и это абсолютно соответствует шариату однако вот то о чем я сказал ранее когда допустим убийца убийцу не трогают а вместо того чтобы убить непосредственного виновника убивают скажем его отца его брата или какого-то другого дальнего даже родственника из-за того что он у них более успешной то есть ценный для их семи до их рода человек его убивают чтобы нанести им таким образом больший вред это конечно не дозволено безусловно это противоречит исламу и к сожалению такие примеры у нас тоже есть имеются они были это практиковалось но это было то против чего выступали обычно наши лидеры шайх мансур допустим до помиловать его севышний аллах кого многие слышали так что он был противником кровной мести но он был противником именно вот такой кровной мести он вот это искоренел что подобные проявления они недопустимы и надо понимать что эти проявления это не умолчание это некоторые представители там могли выходить вот за рамки дозволенного и подобное дело или например бывало так что непосредственный убийца допустим его задерживали при советском союзе так бывало его задерживали сажали в тюрьму осудим за убийство и пострадавшая сторона правила и убивала его кого-то брата там или отца или сына убивали его родственника тот сидит в тюрьме и они как бы ну него на него добраться видите ли не могут они убивают его кого-то родственника это конечно недопустимо этого как раз таки то что противоречит исламу и за это за такие действия наоборот тот кто совершил это действие он заслуживает равнозначного возмездия и это не считается возмездие расчетом эти стороны не будут в расчете так как они имели право на возмездие то есть убить того кто непосредственно совершил убийство но не имели права убивать ничем не поминал человек просто из-за того что он на улице такая вот в общем к сожалению неосведомленность многих людей в этом вопросе также вы должны понимать многие думают что исламе ведь имеется смертная казнь и это тот кто совершает преднамеренное убийство его казнят по решению суда а кровная месть это ведь вопрос такой у чеченцев где как бы ну нет государства в котором действуют суды и соответствии с исламом они там вносят решение так именно поэтому и действую действовал и действует этот институт кровной мести потому что люди не имеют возможности получить возмездие законным путем то есть суд не советский ней российский сегодня он же он ведь не наказывает он и не дает возможности получить вот это возмездие они за убийство человека сажают в тюрьму на какой-то срок но ведь вы понимаете что это не является равнозначным наказанием этот человек не понес заслуженного наказания именно поэтому у чеченцев существовал и существует вот этот институт кровной мести и и это происходит по решению да это не у уполномоченный государством судья это выносит но это на совете этого тейпа этого рода люди выносят это решение там бывают знающие обладающие этим влиянием этими полномочиями люди они выносят решение по этому поводу и осуществляется кровная месть так же есть немало примеров когда человека прощают и прощали там по каким-то причинам это тоже выносится на этом же совете этого рода тейпа принимается решение что такого человека нужно простить какие глупости чечня никогда не будет независимой да ей это и не нужно за суд бюджет рф и все окей но нам не нужен этот бюджет рф бора-бора мы не хотим мы хотим сами получать доход со своей нефти они чтобы и рос нефть там российская казна и или крутот дружки путин а как это называлось кооператива озера чтобы некон RDV о зернов с этого получал доход почему чечен сеченской нефти этот 150 полч찬 оператив озера почему должен сечен путин и другие получаться этого дохода одни чеченский народ мы хотим чтобы чеченский народ получал доход мы хотим сами у себя реализовывать какие-то программы экономические Для того, чтобы к нам потянулся иностранный бизнес, иностранные инвестиции. Мы хотим делать для своего народа, для своей республики что-то хорошее. За свой же счет не просить у России денег под какие-то программы для реализации каких-то программ республики. Так сегодня делает Кадыров. Сегодня, допустим, Кадыров захотел построить дорогу на казино Ам. Что он должен сделать? Министерство автомобильных дорог должны под эту программу, под это строительство попросить деньги у Министерства автомобильных дорог России. Те должны это все одобрить через миллион инстанций. Это все должно пройти, они должны выделить на это средства и после этого у нас построить деньги. Почему? Зачем нам вот эта цепочка? Мы не хотим. Мы хотим у себя в республике решать. Хотим мы дорогу на Грузию, допустим. Все. Мы взяли и сами же у себя нашли на это средства, выделили, построили дорогу, договорились с грузинами. Они со своей стороны построили. Все. Вуаля. У нас есть дорожное сообщение. Взяли, захотели мы соединить населенные пункты своей республики с скоростным железнодорожным сообщением. Взяли и построили железную дорогу. Почему? Почему мы этого не можем сделать? Почему Швеция, Австрия, Германия, Франция, они это могут, они это делают. У них все их города, населенные пункты, все соединены друг с другом с железнодорожным сообщением. Очень хорошие, качественные поезда. Все есть. Почему мы не можем этого сделать? Почему из Грозного в Урус-Мартан у нас нет поезда? Почему в Ачвай-Мартан? Почему нельзя добраться на поезде? Почему нельзя поехать в Знаменское на поезде в Наур? Вот какие должны быть цели у нас. Мы должны стремиться к тому, чтобы мы сами зарабатывали деньги, чтобы наша экономика была самодостаточной, она существовала сама по себе, а не зависела от вливаний России, кого бы это ни было. И чтобы эти деньги, мы их полностью тратили на свои нужды, а не так, чтобы эти деньги оседали в карманах Кадырова, Медведева, Путина, Сечина, нет. А вот полностью налоги собраны с народа, вот она казна, столько-то миллиардов. И все эти миллиарды потрачены на нужды этого населения, чтобы у жителей Асиновска были пастбища. Хотят они пасти коров, но не просят денег люди, хотят просто сами себя обеспечивать. Просто создай им условия, дай им пастбища. Отдали пастбища. Хотят они в горы Чечни поехать и там пасти, дали им эту возможность. Хотят люди иметь скоростной транспорт, дали им эту возможность. Хотят авиасообщение иметь, чтобы из Гудернеса самолетом прилетать в Грозный. Да никаких проблем. То, что хочет народ, то и надо ему давать. И деньги на это нужно получать. Вот и все. Томсо, ты противоречишь. Ты якобы против коллективной ответственности, но жаждешь, как потомки кадыровцев будут опозорены и загноблены в народе и будут вынуждены менять свои фамилии. Они заставляют наших родственников отвечать за нас. Они издеваются над нашими родственниками и за нас. Но здесь, видите, опять мы возвращаемся к тому, что мы так не можем. Мы ограничены этой религией. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»